Стальной хват России. Привет большой подписчики на канале YouTube. Привет большой. Иван, Питер. Привет огромный. Иван 1 апреля решил не шутить. 18-13, 1 апреля. И сделать заказ. Сейчас, ситуация, которая произошла у Ивана, она, в общем-то, скажем так, нестандартная и за 4,5 года я не припомню, чтобы такая ситуация была у моряков. Иван занимался капитаном второго ранга на 55 килограмм из ХР и внезапно эспандер сломался. Пружина. Сломалась пружина. Продано более 2000 моряков. Были поломки. Они есть у всех производителей, без исключения. Но обычно это на легких эспандерах. И вследствие сильного разогрева пружины в месте, где пружина входит в ручку и в центральный виток упирается. Ну, я сейчас достанусь пакета и покажу. И это на легких эспандерах. На скоростных закрываниях, когда люди пытаются микродожимы там делать. И это, допустим, курсант, лейтенант. Ну, обычно курсант и лейтенант. Тут все, которые ломались, были до капитана-лейтенанта. Был сломан капитан-лейтенант один, старлей и курсанта с лейтенантами. Но люди сознавались, что, в общем-то, уход был минимальный. Ребята, ухаживать надо не минимально. Только возник скрип, обязательно пружину надо обрабатывать. В обязательном порядке. Чем обрабатывать? Уже язык не поворачивается говорить это каждый раз. Это силикон, это ВД, это вазелиновое масло аптечное. И этого достаточно. Но обрабатывать обязательно. Убирая старую смазку, которая на себя грязь забирает. Пыль, грязь. И, ну, ручки уже от магнезии, как бы, по желанию. Но почему надо стирать? Потому что это алюминий, ручки алюминиевые. И накатка, она съедается. То есть съедается ваша кожа и съедается накатка на ручках. И тем более, когда вы с магнезией работаете, вы последние, в общем-то, поры забиваете. А на ручки, и она становится гладкой. И вам надо все больше и больше магнезии на руки. Поэтому, вот, капитан второго ранга, вот такой предварительной нагрузкой, Иван попросил 56-57, но у меня остался единственный капитан второго ранга, На предварительные 56 килограмм. Ну, в принципе, попадаем, для Ивана попадает в нагрузку. Закрывал Иван с установки 4 раза, 55 килограмм. И один раз без установки. 55 килограмм. Ну, это свидетельствует о наличии динамометрии. 55 на полтора. 27,5. 82,5. Плюс 5. 87,5. Ну, где-то под 90 должна быть рабочая динамометрия. 88-90 килограмм. Чтобы закрыть. Пружина вот такого теперь цвета, ну, в этой партии. Это не меняет качество. Смазана, видно. Между этаком смазка. Она всегда есть изначально. Но в малых количествах, скажем так. Потому что она не нужна в больших количествах. Это вы можете уже самостоятельно пробрызгать, смазать, протереть и так далее. Немножечко побольше сняты фаски. Но опять же, все ограничено. Фаски ограничены вот этой записью. Которая на одной ручке. Капитана второго ранга. А на второй стальной хват России. То есть этот штамп, как бы, больше фаски снять нельзя. Я делаю попытку. Ну, вот. Значит, рабочая чуть ниже динометрии. Где-то в районе 86-85 килограмм. Сделаем замеры. Ну, в общем, качество все остается. Иван знает. Иван поэтому и заказывает повторно. Качество неизменно. Расстояние тоже неизменно. Итак. Расстояние между ручками. 63 миллиметра. Ну, можно 62-5, 63-62. Усадка крайне малая. Очень малая усадка. Поэтому 62-62,5, так она и будет очень долго держаться. Диаметр ручек, опять же, остается прежний, к которому привыкли. 19 миллиметров. 19, вот, 19 ровно. Ручки 95. Я уже объяснял, почему такой стандарт был принят. И, в общем-то, всеми, всеми фирмами и поддерживается. Это связано с интермометрией кисти. И чтобы выноса пружины не было далеко за пределы кисти. И так же она внутрь ушла. Что будет тоже неудобно. И пружинка на Капитане второго ранга. Ну, 705 мы помним, да? Ну, и вот, проверяем. Все. Вот параметры. Ну, намотка стандартная. Вот параметры эспандера. Ну, если 55 его закрывал без установки, то вряд ли он у тебя там просел очень сильно. Ну, где-то 54 это максимально мог просесть. Поэтому я думаю, что это должен справляться и с этим второго ранга без установки. Или, ну, хотя бы немножечко. Вот, я сейчас покажу широкую установочку. Ребят, широкая установка это, в принципе, любое поправление в руке. Правильная геометрия расположения ручки в руке и под пальцы. И закрытие. Но, чтобы это было больше, чем параллель ручек. То есть, закрытие не с параллели, а с широкой установки. Ну, в общем-то, скажу, что раньше получалось лучше. Ну, сейчас приоритет в твистерах, в твистерах и в крашере, они, скажем так, отбивают охоту закрывать эспандер. Ну, и посмотрим, насколько предварительные замеры вообще имели место быть. Итак, по нулям. И закрываем. Так что уход обязателен. И все бывает, все может случиться. Но это, скажем, событие крайне редкое. Ну вот, даже, я скажу, что даже порадовало. И ванна точно порадует. Вот здесь совершенно четко. Руки параллельно. Ниже, ни выше. Здесь нет касания. Вот такая пружина. Матированная, темная. В меру накатка. Конечно, есть пожестче. Ну, вот это. Вот такая ванна цифра получилась. Как ты и хотел. 57,5 ты хотел чуть больше, все-таки больше. Ну, видишь, твое желание выполнено. 57,5 килограмм. Ну, для этого эспандера без установки. Даже можно взять полное прожатие. 58, плюс 29. Это 87. Закрытие без установки за 90. 90, темно, 93 рабочих килограмма. Будет закрывать этот эспандер. Ну, на количество, естественно, больше. Вот такой эспандер отправляется в Питер, к Ивану. Капитан второго ранга. Остальной охват России. Капитан второго ранга. Харт. Килограмма на 4 больше. 60, 62. Давай дерзай. Я думаю, что с этим будет все нормально. Еще раз показываю. Уже смазка есть. Можно работать. Ну, и обязательно, когда она заканчивается, ее добавлять. Убирая старую. Все. Вам здоровья. Побед. Встречаемся в обители. Пока.